Здравствуйте! Республика ВВЧЛОВ представляет Sony Xperia типа Dual ST21i2. Это компактный смартфон бюджетного уровня из 2012 года. Причём задняя крышка, обратите внимание, опять-таки динамик с функцией XLOUD, логотип в наследстве от Sony Ericsson, а также 3.2 мегапикселя камера без автофокуса и без вспышки, задняя крышка из софт-тач пластика, на евом торце микро-USB, на правом качейка регулировки громкости, а также вот эта вот мелкая кнопка, да, вы наверное по привычке подумали, что это кнопка включения-выключения, а также блокировки, но нет, это переключение между двумя сим-картами. Да-да, тут надо учесть, что Sony Xperia типа Dual, это самый первый смартфон на две сим-карты от компании Sony, то есть в истории компании Sony, да и вообще линейки Xperia в целом. А также проложено две крепления ремешка, на нижнем торце микрофон и поддевалка для снятия задней крышки. А кнопка выключения-включения, а также блокировки, находится на верхнем торце. Также на верхнем торце 3.5 мм ауди-разъём под наушники. А что спереди? А спереди кое-что померее, это разговорный динамик, датчик приближения, 3.2 дюйма экран, TFT-матрицы, разрешение которого составляет 320 на 480 пикселей. Обычная TFT-матрица, имеете это в виду, то есть никаких технологий чудесных здесь, в этой модели вы не увидите. Треценционные клавиши, это назад, домой и контекстное меню, а также логотип линейки Xperia. Под задней крышки, опять-таки крышка пластиковая, аккумулятор Sony Ericsson BA700, ёмкость аккумулятора составляет 1500 мАч. Под аккумулятором находится слот для карты памяти microSD, по заявлению производителя до 32 гигабайт, а также два слота для сим-карты обычного старого образца, так называемой мини-сим. Причём, нижний слот первая сим-карта, верхний слот вторая сим-карта, как видите, даже по рисункам, и так будет попонятнее. Ну что ж, включаем. Первым делом, это, конечно же, экран блокировки. Это у нас разблокировка, а это быстрый доступ к фотоаппарату. Возможно ещё делать сразу фотку, но в этом моде я не уточнял, пока не буду даваться подробностей, а также две сим-карты, то есть информация о двух сим-картах. Ну что ж, разблокируем смартфон, и первым делом, первым делом я хочу показать не то, что тут рабочий стол, но понятно, можно настроить и тему даже менять. Хочу остановиться внимание на всё-таки две сим-карты. Напомню, Sony Xperia типа Duo, самый первый двухсимочный смартфон в истории компании Sony и Unique Xperia, в частности. Вот две сим-карты. Нажимаем на заветную клавишу, переключаем на вторую сим-карту. Вот сейчас действительно я переключил на вторую сим-карту, а можно даже наоборот обратно переключиться на одну сим-карту. На первую точнее. Соответственно, отображается о виндовлении о том, что переключили сим-карту. То есть, с какой сим-карты осуществить звонок. Тут в телефоне не всё так просто. Тут надо переключить, а потом только набрать номер. Соответственно, нажимаем и удерживаем клавишу. Попадаем в вызовы и сообщения. Соответственно, это автопереключение между двух сим-карточек в будние дни и в выходные дни. Очень удобно, кому-то пригодится. Ещё. Попадаем в меню. Видите, какое меню. Перелистывается довольно-таки быстро. Соответственно, можно сортировать, либо нажать на 4 квадрата, чтобы перетаскивать различные элементы меню. В том числе, при желании, можно удалить приложение. Вот в крестиках, да. Как видите, меню довольно-таки симпатичное. Таких как контакты, телефон, браузер. Есть ещё отдельно Xperia, где я в таком вот виде. Можно управлять. Камера и так далее. Но камера будет попозже. Такт экономии энергии, музыка и видео. Возможно, магазин. Тоже не будем давать подробностей. Так же, как и рекомендации. PlayNow, известный магазин приложений элементов. LiveWare позволяет находить приложения для интеллектуальных аксессуаров и управлять параметрами запуска их приложения. Такие дела у Sony. Есть ещё Opera Mini, Office Suite, а также фирменный Track ID. Ну и, соответственно, две сим-карты. На чём же остановились-то? Конечно же, на две сим-карты и немного о характеристиках. Ладно. Две сим-карты продолжаем. Включить-выключить сим-карту. Обе у меня сейчас включены. Также настроить сим-карту. Можно при желании задать имя сим-карты. Предпочтительная сеть передачи данных. То есть, с какой сим-карты можно заходить в интернет. 3G-модуль уже имеется на первой сим-карте. Автоматическое переключение тут не только вызовы и сообщения, но ещё также можно сделать и с интернетом, то есть, с передачей данных. В будние и в выходные дни автоперекущения. Кому-то это пригодится. Но и немного о характеристиках. Данный смартфон оснащён однояденным процессором Qualcomm Snapdragon S1 с тактовой частотой 800 МГц и 65 нанометров. 512 МБ оперативной памяти. 2 ГБ доступно пользователю под хранение файлов в памяти смартфона. Графический ускоритель Andreno 200. Причём, этот смартфон работает на базе операционной системе Android 404 iScreen Sandwich. Вот давайте о телефоне. Вот моделька ST21i2. Так как существовала ещё версия с одной сим-картой Sony Xperia типа модели ST21i. А это всего лишь две сим-карты. Опять-таки напомню повторение матючения. Это самый первый двухсимочный смартфон в истории компании Sony. Sony Xperia типа Duo. Запомните раз и навсегда. А то мало ли вдруг. Вот Android 404 iScreen Sandwich. Откроем пасхалку. Кто-нибудь помнит iScreen Sandwich? И вот. Причём, благодаря Android 4.0 можно нажать и удерживать клавишу домой. Попадаем в список недавно открытых приложений. Чтобы освободить оперативную память, рекомендую всё сразу закрыть. Так вот. Раз. Смахиваем. Раз. Всё. Все приложения закрыты. Освободили оперативную память. Это очень удобно по сравнению с Android 2.3.6. Но это просто прекрасно. Именно начиная с 4-го Android 2.0 такое дело и пошло. Ну что ж. Как раз на меню параметры звука, эквавайзер. Видите сколько? Как сигнал вызова, а также расширение. Можно при необходимости настроить. Что касается параметры звука, именно из настройок это всё. X-Loud. Это увеличение уровня громкости динамика. Кстати, о птичках. Давайте проверим динамик на максимальной громкости. Динамик громкий. Не приглушается. Громкости тут мультимедиа, сигнал вызова и уменьшения в будильнике. Вот такие настройки звука. В дисплее нет никаких бравер-энжин, никаких чудес. Просто обычная TFT-матрица. Тоже имеете это в виду. Бюджетный аппарат. В 2012 году за него, по-моему, просили то и шесть, то и семь тысяч рублей за такой аппарат. Итак, камера. Камера не автофокусная, как я уже вначале говорил. То есть он не фокусируется. Вроде снимает неплохо, но это... Самая простейшая камера. Ничего особенного. Без автофокуса, условия съемки. Также экспозиция. А в настройках... Разрешение 3 Мп. Звук затвора. Баланс био и так далее. Хранили еще ибо внутренний накопитель и ESD-карта. Видео снимает в 640 на 480 пикселей максимум. То есть, опять-таки, это обычная камера. Ничего такого сверхъестественного. Просто снимает и все. Никаких автофокусов. Что можно смотреть далее. FM-радиус самое простое. Требуется гарнитура. Тут, в принципе, функция Android плюс сонковские приложения. Тут, в принципе, будет довольно-таки кратенький обзор. Не полностью. Кто-то знает, а кто-то нет. Обычный Android с сонковской оболочкой. Хочу уделить внимание, как работают у меня сторонние приложения. Вот, допустим, AIDA64. Давайте посмотрим центральный процессор. И видим Qualcomm Snapdragon S1. MSM 7.225AA. Это 65 нанометров. Одно ядро. 800 МГц. Ну, слабенький смартфон, слабенький. По тем временам было нормально. Трифт-экран 320х480. Три два дюйма. 180 DPI. Андре на 200. Все как положено. Atari 262. Ну, я. На удивление играть можно. Простейший муятор. Справляется с преминым успехом. Работает. Далее. Что ещё показать-то? ЕС-проводник, понятно. Работает на ура. По результату Antutu бенчмарка версии 5.3 Выдаёт, знаете, сколько и с какой отметкой? Хлам и... 5 тысяч 632 балла. Вот только представьте. 5 тысяч 632 балла. Да, прикольно. Проверяем эмулятор бокс. Соответственно, это эмулятор, который позволяет запускать, допустим, Windows 95. Вот сейчас запускаю Windows Chicago Build 73G. Причём, 3 2 дюйма экран 320 на 480, а Windows 640 на 480. Но проверим и это тоже. Давай запускайся. Всё, он запускается. Поскольку Windows 640 на 480, а экран 320 на 480 с текстом будут проблемы. Но, тем не менее, это так. Успеть будет до 23 минуты, так как у меня фотоаппарат автоматом останавливает запись. Вот, с текстом проблемы, но, тем не менее, передвигаться можно. Давайте зайдём в программки. Почему перетаскивается? Вот. Всё. Заходим в Games. С рывками. Ну, работает. Ну, вот так работает игра. С лотер. Перетащим. Пожалуйста. Работает. Так-то, для любопытства, уже можно воспользоваться этим делом. Так, закрываем всё. И увендовление тоже закрываем. Кстати, о птичках. О увендовлениях. Хорош запускаться уже. Потом это всё это сделаю. Вот, увендовление. Выглядит вот так. Только настройка. Никаких отдельных пунктов здесь нету. Android 4 с оболочкой от Sony. И также информация о двух сим-картах. То есть, название оператора и имя сим-карты. Именно вот это вот двух сим-карт. Подводим итоги. Sony Xperia типа Duo. Это такой вот смартфон бюджетного уровня. Но с поддержкой двух сим-карт. Причём, он очень удобный. Действительно, в окей лежит очень удобно. Такой смартфон. Для тех, кому нужен. Для того, чтобы познакомиться, что такое Android. Причём. С простейшей камерой. Ничего особенного. Опять-таки, две сим-карты. Первый смартфон от Sony с двумя сим-картами. Для любопытства вполне подойдёт. Также рекомендую брать в коллекцию. Ну, просто. Не просто исторический смартфон. Это что-то с чем-то. Он действительно очень удобный. Больше сказать, в принципе, нечего. Большое спасибо вам за внимание. Всего доброго.